МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технологии служат людям. Сегодня у гомельским онкологичным диспансеры открыли кабинет компьютерной темографии. Новое житё старых будинков. По эффективности выкористания державной майомости наш регион на первом месте в Беларуси. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Информационная пропагандистская группа началась со старшинью облаканкома Геннадем Соловьем сегодня наведала акционерное товариство Гомсельмаш. Сустрыше с коллективами наведа гетага предприемства не выпадковая. Зараз и оно затыкнулося со значными проблемами. Наши корреспонденты наведали Гомсельмаш. То, что в опошний час в промысловом комплексе снуюсь пылной складанности, сокретом не з'является. На жаль, не обышленивайся и акционерное товариство Гомсельмаш, на яким працюе амаль два проценты, а до гульной колькости занятых у экономицы региона. Высокий себе кошт продукции, страта традиционных рынков сбыту и запозиченность спиратбанками. Усок это стремливая дальнейшее развитие предприемства, якое оказалось у непростой ситуации. У облаконками распроцована и накерована у совет министров концепция по выводу Гомсельмаша на стабильную работу. Сирот пропанул освоение новых видов продукции. Мы проработали с одной из голландских компаний. Это на базе Холмера производили стеклоуборочные комбайны. Первый комбайн мы его приобрели через промагролизинг. И на сегодняшний день мы ставим задачу начать производство. Что-то даст создать возможность дефертификации и рынка, и, во-вторых, рынка сбыта. Как-никак, все равно наши предприятия сельскохозяйственные приобретают стеклоуборочные комбайны. Вторая концепция, которую мы сегодня рассматриваем, мы сегодня по линии Чернобыльской программы постоянно 25 миллионов рублей тратим на приобретение техники за пределы нашей области. Мы приняли решение производства нас на Гомсельмаша пресс-обмотчиков. Нам они необходимы. Необходимы для заготовки кормов. Старшиня облвыконками Геннадь Соловей подкресливая, Гомсельмаш нам потребны, а тому необходимо прикласти усе намагания по его захованию. Одночасово с открытием новых вытворчастей у размовой идти обнабыть ци продукции предприемства. Сегодня 55% працучих у господарках зернеуборочных комбайнов потребуют замены. Зарабить это одночасово нельхо по финансовых причинах. Али некольки десятков машин для сельгазпредприемства региона все лето будет набыто. Мы принесем сейчас 20 комбайнов еще взять газомоторных. Мы сейчас прорабатываем логистику, потому что вопрос серьезный в том плане заправки газомоторные. Нас поддерживает это наша Гомель Белтрансгаз. Мы приобретаем, они тоже приобретают себе технику. Сейчас мы на Мозорскую зону. Поэтому планируем комбайны расположить так, чтобы у нас не было проблем с дозаправкой. Меры по оздоровлению ситуации у акционерном товаристве «Гомсельмаш» зараз принимаются на всех узровнях. У приватности рыхтуется ответный указ президента Беларуси, что не выключает необходности пошуку шляху полепшения ситуации и самим предприемством. Средо основных задач – снижение себе кошту машин и больше активная позиция на внешних рынках. Яна Цоловей лишит. Необходно, что год поставлять на экспорт не меньше 1200 комбайнов. На предприемстве кажут, что это реально. Тем более, что летость замежа Беларуси накировали 1280 машин. В том числе по Российской Федерации мы продали на 90 единиц техники больше, чем в 2018 году, несмотря на все меры поддержки российских производителей на российском рынке. В прошлом году мы нарастили объем экспорта страны Азии. Это и Грузия, это и Узбекистан, это Армения, Азербайджан. Мы реализовали в прошлом году туда 110 единиц техники, несмотря на все сложности. Что касается Африки, долго формировался пилотный проект, это Зимбабве, по результатам договоренности нашего главы государства, когда посещал эту республику. И в этом году, сейчас в марте месяце, готовится первая промышленная партия в количестве 20 единиц техники под отгрузку. А прощавы творчих, подчас наведывания Гомсельмаша информационно-пропагандистской группы Аблаканкама обмеркованы так само питания будовинства жилья и объектов социальной сферы, оптимизации дорожного руху и увековечивания памяти загинуших. У приватности размовы идти об будовнестве мемориального комплекса на месте везки Алла у Светлогорском районе. Для сбора сродков на реализацию этого проекта 22 лютого на Гомельшине будет проведен агульно-областный субботник. Мы ставим задачу себе, скажу, амбициозно, 9 мая. Там нужно весь проект стоить 5,8 миллионов рублей. Это деньги, которые на сегодняшний день будут контролироваться обесполкомом, и никто не имеет права, куда их растратить. Для того, чтобы выкачать память, это 11 хатыней, представьте, 11. У нас всего в области создано было 1123 деревни. Вот такой проект, если вы примете участие, мы всем вам скажем спасибо большое. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере презентовали новый компьютерный томограф. С просьбой об его набитие гомельшане минулой весной звернулись до керевника державы под час великой разговоры с президентом. С мягчимостями сущностного обстановления ознайомились наши корреспонденты. Онкология – проблема сусветного масштаба. Рост колькости захворывания означается во всех краинах, причем связывать их только с наступствами чарнобыльской катастрофы Нельга. Например, у Витебской области динамика горшая, чем на Гомельщине. Царод причин специалисты называют генетичные отхиления и неправильное харчование. Количество заболеваний растет. За последние 10 лет заболеваемость увеличилась около 20%. Это общая мировая тенденция в связи с постарением населения, а онкологические заболевания зачастую удел более возрастного населения. Поэтому и растет онкологическая заболеваемость в целом, как и в Гомельской области, в Республике Беларусь, так и во всем мире. Попередний компьютерный томограф у онкологичным диспансеры працевау с 2009 года, а лео 2018-м взломауся. З уликом того, что без томографии у онкологии не обойстись, а пациентов отправляли на обследование у иншие установы, что створило широк проблем. Выращаться и они начали после взвороту до керавника державы подчас великой размовы с президентом. Родные хворых поскарделися на незручности и попросили до помоги. Увынеку на набыцё нового томографа з республиканского бюджету было выдатковано больше, как 850 тысяч рублей. Звышь 500 тысяч на подрихтовку специализованного кабинета выделено з областного бюджету. Это рентгенологичное обсталявание. При его эксплуатации продовольствуются максимальные меры безопасности для пациентов и медиков. При этом новый томограф полностью отправляет потребам установы. Для онкологической клиники этого аппарата более чем достаточно. У нас стоят такие задачи, которые не могут стоять, например, в кардиодиспансере, где нужно исследовать сердце, которое постоянно движется, и в движении мы должны получить неподвижную картинку. То есть там действительно нужны какие-то высокосрезовые компьютерные томографы с большим количеством срезов, 320, например. У нас 80-срезовая машина, это тоже быстрая машина. Для нашей клиники это прекрасный аппарат. Новый томограф позволит больше эффективно выявлять анкозахворование на ранних стадиях, что у 95% выпадков приводит до выздоровления. У целом, что день можно обследовать больше, как 20 человек, что позволит установить не только працевать без ауралов, а и оказывать послуги на платной основе. До речи, в опошний час медики выказывают пропонову об метанакерованным обследовании работников за кошт предприемства, але покуль гатая идея не знайшла подтримки. Что тычется старого аппарата, то после ремонта его так само будут выкаристовывать для подрыхтовки пациентов до промяновой терапии. Алексей Тюров, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». В Комитете Гомеля Балмайома сегодня обогульнили выники работы за минулый год и удокладнили задачи на ГЭТ. Коллегию провели в режиме видеоконференции, что дозволило выслухать зауваги и пропонов из местов. По выниках минулого года по эффективности утягнения у господарший оборот майомости Гомельшина на первом месте в Беларуси. Удельная вагоплоща, в которой не выкаристовывается, в нашем регионе самая низкая. Только на аукционах продадено коляста объектов, что дозволило перелечить в бюджеты разных узровнев свыше 2 млн. рублей. При этом в минулом году новых уладальников знали объекты, которые до этого выставлялись на продаж до 10 разов. А про шатагона коллеги означили и таки факт. Шарах будинка урелизованы по цене, яка значительно перевышала першопочатковую. У приватности кончатковый кошт былого шмат профильного лицея по улице Ландышева у Гомели перевысил початковый у 1100 разов. Что тычется гэта года, то перши торги уже отбылись. Як свечить в опыт, зараз наибольшь за потребованными з'являются объекты, які размещаны у буйных населенных пунктах. Конечно, самые интересные объекты – это наиболее крупных городах, либо близ лежащих населенных пунктов возле этих городов. Средний продаваемый объект, мы проанализировали, имеет площадь от 100 до 400 квадратных метров. И в основном это строение, которое впоследствии можно использовать под производство, либо складские помещения. Протягнуть увагу до проблемы и знизить процент гибели людей от внешних причин. Это мета республиканской акции «Одзин и день беспеки», яка сегодня стартовала у Беларуси. С 20 лютого по первой сакавика пройдет комплекс профилактических мероприемств, подчас яких беларусам нагадают о правилах беспечных поводзинов. Первыми удельниками акции в Гомеле стали пассажиры чугуношного вокзала. Сегодня тут стартовал маршрут беспеки. Подробностей у Вероники Гамзюковой. У холи пригородного вокзала пассажиров чекал сюрприз. Супрацовники МНС с уместа с беларуской чугункой, милицией и БРСМ нагадывали о правилах беспечных поводзинов. Дорослым раздавали листовки с корыстной информацией, а детям пропоновали удел у интеллектуальных гульнях. Не обошлось и без творчих выступлений, у которых подрихтовали юные воротовальники пожарной и средней школы номер 9. В рамках этой акции мы напоминаем пассажирам о том, что надо себя вести безопасно на железной дороге, проходить железную дорогу только в местах разрешенных, а также быть бдительным и не носить наушники. Это самое важное. Подчас акции стартовал проект «Маршрут беспеки». «Вымпел» уручили машинистам электрички, которые передадут их своим коллегам в Жлобине. «Маршрут беспеки» пролегает прозуси районы Гомельской области. У городах, куда будет пребывать «Вымпел», мясцовые воротовальники и джигуночники так само организуют профилактические мероприемства. Когда «Вымпел» беспеки объедет весь регион, он вернется на автовокзал у Гомеля. Но это еще не изюминка всего мероприятия, потому что кроме того, что будут на вокзалах организованы мероприятия, еще и также жителей очень удивят наши работники, проводя профилактические беседы в самом транспорте, как на поездах, так и в автобусах пригородного значения. Необходимо соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, не оставлять ни в коем случае своих малолетних детей без присмотра. В случае непредвиденных обстоятельств звонить в службу спасения по номерам 101 либо 112. Протягнется республиканская акция «Один день беспеки» до первого сока века. За эти дни по всей Украине проверят системы оповещания в тем лику у эфиры радиостанций, про заправку смс-поведомлений и с допомогой интернет-ресурсов. На промысловых предприемствах пройдут тренировки по экстренной эвакуации. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадио-компания «Гомель». На своих позициях. У «Гомеля» подвели выники работы сфер спорта и туризма в 2019-м. А так само окреслили планы на Олимпийский 2020 год. У посажения коллегии Галинового управления принял дел наместник министра спорта и туризма Александр Барауля. Под обязанностей далей. Деловые, спортивный, историчный, медицинский и экологичный туризм пропонаны для замежных туристов в Гомельской области довольно разностайны. Сробленные за прошлые годы в этой сфере позволяют пыльно наглядеть в будущую. План на 2019 год перевыконанным. При прогнозе больше за 15,5 миллионов рублей, по факте, на 2 миллионы больше. Показатель, конечно, очень большой, но нам есть над чем работать. Сделано уже очень многое. И в этом году будут определенные подвижки, уже есть наработки. В исторические объекты очень сейчас большое вкладывается финансирование. Потому что мы должны это не просто иметь, мы должны это уметь показать. И уметь представить. А это не просто картинка, это и сервис, и уровень обслуживания. А уровень обслуживания складывается уже с того персонала, который там работает. И для этого тоже очень много делается. У сферы спорта Гомельская в области в прошлые годы не покидая лидирующих позиций. Хотя подчас коллегии не раз отзначается, можно и лепш. Другие европейские гульни, чемпионаты и первенства света и Европы. С престижных международных стартов наши атлеты в 2019 привезли 167 медалев. В 2018 было на 30 меньше. 111 узнагород завоеваны в олимпийских видах спорта. Это другие показатели в Украине. Напереде только столица. На таким же узровне выступает и резерв. Напереде дни олимпийских гульня у такие личбы обнадеевают. На сегодняшний день у нас 11 лицензий обгоняют нас. Мы всегда находимся в спортсменах, они всегда находятся в борьбе. Обгоняют нас в этом только город Минск. Рассчитываем лицензии где-то на 15. Ну и обязательно рассчитываем где-то. Не буду загадывать, но олимпийские медали у нас будут точно. Ближайшая и самая главная задача для спортивной сферы у всей краины – створение сприяльных умов для подрихтовки спортсменов до гульня у Токио. Каждый на своем уровне должен приложить максимум усилий для того, чтобы создать благоприятные условия для подготовки спортсменов, для условий их жизни, то есть создать все необходимые условия, чтобы они чувствуем, выпополнили свой долг, скажем так, спортивный, и достигли, помочь им достичь этих высоких результатов. Не только спорт высоких досягнений. Физичной культурой в той-цей иншей форме займается маль 400 тысяч жихаров в области. Спорты объекты загружены в среднем на 95%. По этому показчику наш регион так само улику лидеров. Крыты футбольные манежи, лыжероллерная траса у Гомеля пополнили спортивную базу в 2019-м. В 2020-м з'явится еще шерах объекта. У сярод бойнейших спортивный комплекс в училище Олимпийского резерва в центральном районе областного центра, а так само бассейн у Новобеллицы. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в регионе распочались все расшистости, просвещенные Дню оборонцев Альчины и Збройных сил Республики Беларусь. Так у Гомеля прошел офицерский сход воинов и ветеранов Гомельского гарнизона. Открылся встречу военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. В своем взвороте он распавел про работу гарнизона по повышению боевой готовности. До прикладу, на одном из полигонов региона поспехово пройшли выпробование реактивной системы залпового огня «Полонез». А на мясовой артиллерийской базе узброения освоены и проводятся ремонт коловых и гусеничных самоходных систем. А кроме того, селета в Гомельском гарнизоне створили подразделение гоноровой варты. Сегодня его керавнику рушили неодъемный атрибут – обмундирование шашком. Протягнул офицерский сход у расшистый концерт. Все воинские части нашего Гомельского гарнизона приложили свою руку к тому, чтобы вооруженными силами нашими можно было гордиться. Очень приятно сегодня, что я могу с наших экранов поздравить всех военнослужащих вооруженных сил, ветеранов, ветеранов войны, воинов-интернационалистов, их родных, близких. Потому что, по моему глубокому убеждению, дело защиты Отечества – это дело всех граждан Республики Беларусь. В той или иной сфере они безопасность государства укрепляют как экономическую, так и военную. Мойся Брабаян. Международный конкурс юных музыкантов проходит у Гомельским коллежи Мастатству имя Соколовского. В Першиню творчий форум собрал удельников в 2000-м году, а в 2016-м набыл статус международного. И он дал махшимость продемонстрировать свои таленты полутора тысячам юных дарованию. Многие из них стали стипендриатами специального фонда президента Беларуси по патрымце Толиновитой молоди. Все это за перемогу спрашивают Самаль 150-намушенцев детяших школ Мастатству и колледжев с Беларуси, России, Украины и Литвы. Конкурс проходит у двух номинациях – баян и аккордеон. Я занимаюсь на баяне, его выбрала из-за того, что мне понравилось, как мой брат на нем играл. И меня как-то увлекало это искусство, как люди играют на нем. Мне это очень понравилось. Я занимаюсь баяном пять лет. У меня баян зонта. Мы выиграли его в 2018 году на международном конкурсе «Моя сябра баян». Журы изначалевая заслуженный артист Беларуси, старшиня Ассоциации беларуских баянистов Миколай Серуков. А кроме конкурсных выступлений, запланованы мастер-классы ведомых музыкантов и композиторов. Имены переможцов вызначатся завтра. Это и другие новины. Информацию о проектах Телерадо компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с обзора дорожно-транспортных происшествий. В поселке Большевик Гомельского района столкнулись два автомобиля. В легковушках в качестве пассажиров находились дети и 27-летняя женщина. Авария произошла в седьмом часу вечера. На пересечении дорог не разъехались две иномарки. Volkswagen Golf получил удар вбок, когда выезжал со второстепенной дороги на главную и вылетел в Квет. В машинах находились дети 2015 и 2019 года рождения. Они не пострадали. Легкие ушибы у водителей. У женщины-пассажира более серьезные травмы. В Рогачевском районе после ДТП водитель фуры самостоятельно не смог покинуть кабину. В результате аварии машина опрокинулась и перегородила часть дороги. Товар вывалился из прицепа. Водитель оказался заблокирован в салоне тягача. Работники МЧС воспользовались шансовым инструментом и вызвалили мужчину. Пострадавшего госпитализировали. В Жлобине вынесен приговор водителю ЗИЛа, который насмерть избил 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло 17 октября на улице Карла Маркса. Подросток на велосипеде пересекал дорогу вне пешеходного перехода. А у ЗИЛа, принадлежащего местному предприятию УНИКОМ, оказалась неисправная тормозная система. Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен прав на пять лет. С предприятия в пользу матери погибшего мальчика суд постановил взыскать моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей. И хоть на дворе сегодня весенняя погода, в МЧС советуют не забывать о правилах обращения с отопительными приборами и эксплуатации электрооборудования. На днях по причине короткого замыкания в электросети огнем был поврежден гараж. Автомобиля в нем не было. Пламя охватило стены, имущество и кровлю блочного гаража, расположенного в деревне Заречья Реческого района. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его распространения. На сегодня это все новости выпуска. Будьте в курсе происшествий региона вместе с Де Факто. До встречи на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Большой игровой день. В женском и мужском чемпионатах Беларуси по гангболу прошли очередные матчи. У мужчин БГК обыграл БГУФК с КАМ 41-29. Первая команда армейцев в гостях была сильнее Могилевского-Машеки 36-22. А Гомель со счетом 31-37 на выезде проиграл Гродненскому-Кронану. В турнирной таблице гомельчанин на шестом месте лидирует БГК. В женском чемпионате также без неожиданности Береси сильнее Городничанки 32-26. БНТУ БелАЗ победил Витебчанку 31-23. Лидер чемпионата Гомель в гостях не испытал проблем в матче против РЦОР БНТУ-2 37-26. С 13 по 24 марта в Лондоне пройдет европейский турнир олимпийской квалификации по боксу. Тренерский штаб белорусской сборной огласил состав делегации, которая отправится в столицу Великобритании за лицензиями. В списке спортсменов и представителей Гомельской области Владислав Смягликов выступит в состязаниях мужчин. У девушек представительства нашего региона шире. Юлия Апанасович, Галина Бруевич и Виктория Кебикова. Те, кто на евроквалификации не завоюет путевки на игры в Токио, сможет сделать это на мировом отборочном турнире. Он пройдет в Париже с 13 по 24 мая. На Олимпиаде 2020 в турнире по боксу примут участие 286 спортсменов, 186 мужчин и 100 женщин. В Гомеле сегодня прошло первенство области по вольной борьбе. Состязались юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Всего более 120 спортсменов. Традиционно у юношей и численности конкуренция куда выше. Тут тренерскому штабу сборной области есть из кого выбирать. У девушек все не так радужно. В списке участниц первенства чуть менее трех десятков человек. Да и уровень подготовки спортсменок иногда весьма разнится. Некоторые поединки заканчиваются, едва успев начаться. Тренерский штаб сборной области постоянно в поиске новых талантов и путей популяризации женской борьбы в регионе. Девочек по большому счету у нас в области вообще по всем возрастам не очень много. Даже скажем мало. Поэтому мы стараемся как-то это все исправить. Вот уже у нас и в Мозере сейчас набрали группу девочек еще совсем маленького возраста. Будем надеяться, что еще подрастут и у нас появятся новые чемпионы. На данный момент будем выбирать из того, что у нас есть и постараемся привести к лучшему результату. Первенство республики по вольной борьбе в этой возрастной категории пройдет с 18 по 20 марта под Минском в Стайках. Этот старт – один из этапов отбора на первенство Европы и мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.